Забинфо.ру. Первый информационный сайт Забайкальского края. Мы сегодня приехали в Забайкальский край для того, чтобы провести инспекцию, которая является больше продолжением нашего мониторинга по гарантийным дорогам. Есть поручение президента об удвоении объема строительства и ремонта дорог к 2022 году. И очень важно здесь учитывать, что дороги, которые построились недавно, должны выдерживать гарантийные сроки. Сейчас мы отдельное внимание уделяем, я повторюсь, гарантийным дорогам. Обустройство вблизи школ детских учреждений, чтобы все знаки, шкодные переходы, ограждения, ближайшие полицейские, все это было в руках школы. Сейчас мы реечку достанем, там люк прорился. Проблема была такая. Мы у себя в Скове очень активно боролись за то, чтобы дороги были нормальные. И когда фотографировали яму и отсылали в ГАИ эти фотографии, нам говорили, что мы не понимаем на фотографии, насколько эта яма большая или маленькая, не соизмеримого предмета. Тогда мы взяли и сделали вот яму к обостре. Где стали прикладывать, отправился и ответы типа, потому что непонятно никакого она размера, в принципе, слились к нулю. Есть рекомендации по искусственным неровностям. Тут у нас Владимир Владимирович проезжал, подсняли неровности. Обратно не поставили. Важно отметить, что безопасность движения в Чите находится на довольно-таки низком уровне, в центре города. Многие перекрестки просто не оборудованы пешеходным знаком, пешеходным переходом, разметкой. То есть непонятно, где переходить. Проехали несколько школ. У них достаточно искусственных неровностей, ограждений. Это все, безусловно, влияет на безопасность детей. Все эти замечания мы сегодня фиксируем, составляем отчет, направим в органы власти, для того, чтобы можно было дальше узнать о том, когда все-таки будут те или иные проблемы устранены. Наши активисты это проконтролируют. Если ситуация не будет меняться, мы обратимся в прокуратуру, как мы это сделали по результатам проверки в мае. Тогда прокуратура по трем улицам вышла в суд и добилась того, чтобы судебное решение было о том, чтобы исправили недостатки, которые были обнаружены в результате проверки. Да, мы видим, здесь есть проблемы. Есть состояние дорог ненормативное. Конечно, плохо, что те дороги, которые мы проехали, гарантийные, и гарантия заканчивается в этом году, они уже ненормативны, потому что у них образовалось большое количество трещин, их не заделывают. Здесь важно занять жесткую позицию по отношению к подрядчикам, которые делают брак, чтобы они его исправляли за свой счет. И нам не приходилось бы ремонтировать одни и те же дороги каждый год. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!